О, Свою царисто в небо, О, Белый вечер! Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Диалог со священником». У нас в гостях настоятель храма Николы Беловой в городском округе Серпухов, архимандрит Кирилл. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброго дня! 19 декабря Собор отмечает престольный праздник одного из главных почитаемых православными верующими святых Николая Чудотворца. И сразу возникает вопрос, а в чем, собственно, смысл престольного праздника и его отличия? Престольный праздник – это праздник храма, в честь которого храм освящен. Престол обязательно освящается в честь какого-то святого, либо Божьей Матери, либо в честь самого Господа, господских праздников. И таким образом, когда Святая Православная Церковь празднует данное событие праздника, то в этот день считается престольным праздником, это как день рождения, например, отмечает каждый человек в своей жизни. Вот день рождения, или точнее сказать, не день рождения даже, а день своего крещения, отмечает каждый православный христианин, день своего небесного покровителя, в честь которого он был наречен. Потому что каждый православный христианин носит имя святого, святого прославленного Православной Церковью. И этот святой покровительствует христианину, сопровождая его по пути спасения. Вот точно так же и можно сравнить, чтобы было более как бы понятно, вот престольный праздник для храма. День, в который празднуется покровитель, вот в честь которого был этот престол храма освящен в честь святого. Отец Кирилл, святитель Николай почитается всеми христианскими конфессиями. Почему? И, отец Кирилл, расскажите, пожалуйста, о житии этого великого угодника Божия. Святитель Божий Николай родился около 260 года от Рождества Христова. Он родился в городе Патары, Ликийской области, малазийского полуострова, на юге его. Сейчас это место называется Анталией в Турции. Тогда, в то время, там, это была Византийская империя, и населяло эти области грекоязычное население. Святитель Николай родился в греческой как раз семье. Отец у него был крупным судовладельцем. Дядя, брат отца святителя Николая, он был в той области святителем, то есть правящим архиереем, епископом. Его звали тоже Николаем. Собственно, избранника Божия сопровождает такое покровительство Божие с самого, по сути, рождения. Во-первых, нужно сказать, что родители святителя Николая были бездетными, и они долго молились о появлении у них дитя. И чудесным образом, когда уже все надежды у родителей были исчерпаны, совершилось вот такое чудо, Господь даровал дитя. Буквально уже при крещении младенца Николая произошло такое чудо, что он сам своими ножками простоял практически три часа во святой купеле во время вот этого таинства крещения. Вот он, собственно, этим Господь показал, что он избранник Божий из самого детства. Это всегда происходит по праведности и святости самих родителей, потому что как греховность, так и святость, она генетически передается. Что, собственно, как бы и в нашей жизни мы иногда либо, поскольку Господь дал нам свободную волю, либо умножаем эту греховность, либо избавляемся от нее, освящая свою душу и сердце, приготовляя ее к вечности. Свидетель Николай с детства рос в христианской доброй святой семье, и поэтому он с детства вместе с родителями привык молиться. С детства он буквально еще во младенчестве, он по среднему пятницам, в постные дни во весь год не вкушал материнского молока, но то ли вкушал его только вечерних молитв, то есть вечернего правила своих родителей. Таким образом, Господь отмечал своего избранника, внушая его буквально еще с младенчества какие-то такие святые подвиги добродетели. И когда он возрос, то его дядя, святитель Николай, епископ, его возводят в чтеца православной церкви. И святитель Николай не только участвует в богослужениях, но по благословению своего дяди он еще и участвует в учении православной веры народа Божия. Вскоре святитель Николай, его дядя, посвящает его в сан пресвитера. И когда он отъезжает по каким-то делам из своей области, в которой является епископом, он поручает управление своей епархией своему племяннику, святителю Николаю. Тогда еще, простите, Иерею Николаю. Вот. И однажды вот он, его дядя уезжал на поклонение святыням во Святой Град Иерусалим и поручил правление своей епархии своему племяннику Иерею Николаю. По возвращению его из этой паломнической поездки святитель Николай попросился у своего дяди в ту же самую паломническую поездку. И когда он входил на корабль, он видел, как вместе с пассажирами, восходящими на этот корабль, взошел и образ дьявола. Такое было ему показано в видении Господом. И тогда он понял, что во время их морского путешествия будет какая-то беда. И буквально вскоре после отплытия возникла очень большая буря, шторм. При этом шторме один из матросов упал с мачты и разбился насмерть о палубу. По молитвам святителя Николая он восстал, то есть воскрес из мертвых. И святитель Николай молился, и буря утихла. И они таким образом безмятежно прибыли во святой град Иерусалим. Вот с тех пор, собственно, по этому событию из его жития, мореплаватели всегда молились и молятся святелю Николаю, считают его своим небесным заступником и покровителем в путешествиях по морю. Но он является заступником и покровителем не только морских путешественников, но и всяких путешественников. Поэтому мы, когда садимся в машину, когда совершаем какое-то другое путешествие, мы всегда молимся святелю Николаю и просим, чтобы он спутешествовал нам в том нашем шествии куда-либо. Когда его область лишилась епископа по смерти, то святитель Николай участвовал в том соборе епископов, который должен был избрать нового епископа. И собор был в неком замешательстве. Кого же избрать? Много было споров, много было кандидатов, и одна группа не уступала другим. И вот одному из старейших епископов того собора ночью было такое видение. И голос от Господа, что тот, кто первый войдет с утра в храм Господень, тот и является избранником Божиим на этот епископский сан мира Ликийских. И тогда этот старейший святитель буквально ночью пришел для того, чтобы ожидать первого вошедшего в храм. И этот первый человек, вошедший в храм, был Иерей Николай. Долго он отказывался на соборе от этого почетного звания, собственно, и ответственного в том числе, в первую очередь. Но узнав о том, что старейший епископ этого собора видел вот это вот такое знамение от Господа, святитель Николай не стал более противиться воле Божией и согласился вот на это избрание. И тогда вот все прославили Господа о его таком чудесном указании на конкретного человека в избрании епископа. И вот с этого времени, собственно, это время, оно еще совпадает с тем, что он лишается своих родителей, они почили о Господе. И вот все имение родительское переходит ему. И вот с этого времени начинается его такая широкая благотворительность. Одна из таких вот ярких в его жизни деяний, которые и в житии его отмечаются особенно, и даже в Акафисте это воспевается, прославляется. Была такая история, рядом с ними по соседству жил богатый человек, у него было три дочери. Но он, так получается, по каким-то причинам разоряется. И, собственно, как бы у него остается вот его только имение, то есть тот дом, в котором он живет, дом богатый. С одной стороны, можно было бы, конечно, продать этот дом и купить что-то там на окраине города более скромное и на остаток этих денег жить. Но часто ведь, знаете, как бывает, что люди богатые или власть имущие, лишаясь своего вот какого-то такого привилегированного положения, впадают в уныние, в отчаяние, вот, в такую растерянность и, как бы, порой даже теряются в жизни. И он, не желая расстаться вот со своим оставшимся имением, он решается на то, чтобы из своего дома сделать такой, как бы, позорный дом и своих дочерей в этом доме отдать на блудодеяние, таким образом зарабатывая на жизнь. И святитель Николай об этом узнает, и он ночью в окошко подбрасывает мешочек с золотыми монетами этому бедному человеку. И он не только поправляет его, как бы, состояние материальное, но и этот человек, старшую дочь, отдает за эти деньги замуж. То есть это хватило и на преданное, и на само торжество бракосочетания. Потом, когда у этого человека опять подходит вот такое кризистое материальное состояние, он тогда в следующий раз опять бросает такой же мешочек с деньгами, на что также этот человек отдает и вторую дочь среднюю на брак с добрым человеком. И какое-то время сам живет. И уже в третий раз, когда вновь человек подошел к такой границе нищеты, и он молился в своем доме, этот человек, и в это время он услышал звук монет, вновь кинутые в окошко, в открытое окошко, в мешочке. И тогда он буквально, этот человек был уже престарелый, и тут вот в какой-то вот такой пришедшей к нему силе, он как мальчишка, юноша бросился вот через это окно догонять своего вот благодетеля. И поскольку святитель Николай был, конечно же, известен в своей области, все его знали, но и тем более, что он был просто соседом этого человека, человек узнал его, и хотя и святитель Николай был ему по возрасту годен в сыновья, но он бросается к нему в ноги и благодарится слезами вот за его благодеяние. Святитель Николай берет с него слово, что об этом при его жизни никто не узнает. Вот святитель Николай отличался кротостью и смирением. К ротостью и смирением он никогда не трубил о своих благодеяниях. И Господь в Священном Писании нам говорит, что когда благотворите, что делает правая рука, чтобы не знала об этом левая. Только вот в этом случае Господь принимает наши добродетели как добродетели, и за что и подает нашей душе благодать Божию. В другом случае, когда люди благотворят ради своей славы, ради, простите, сейчас как это часто происходит, избранничества на какие-либо посты, ради каких-то еще других привилегий светских, Господь не принимает эти жертвы. И, по сути, всю вот славу небесную и саму добродетели съедает земная человеческая слава о этом человеке. То есть человек получает уже свою награду здесь, на земле, оставляя свою душу совершенно пустой. Святитель Николай, он очень много и в последующей своей жизни совершал много благотворений и чудес. Спас от голода целый город, об этом тоже известно. Спас от голода целый город, совершенно верно, когда его город, где он был епископом в неурожайный год, буквально умирал от голода, то он во сне явился одному купцу итальянскому, который проплывал со своим товаром продуктов неподалеку от Мирликийских. И повелел ему приплыть в город и продать то, что он где-то хотел продать в другом месте. И таким образом спас жителей своего города от вымирания. Святитель Николай в нашей жизни верующих людей занимает одно из таких центральных мест. Потому что он буквально каждого человека сопровождает. Мы вот помним в советское время такое чудо, называемое «Зоя настояние», тогда совершившееся в городе Куйбышеве, ныне Самаре. Когда под Новый год, это были 50-е годы, я сейчас не помню, 52-й, по-моему, год прошлого столетия, и под Новый год вот эта вот девушка Зоя, она решила отпраздновать Новый год со своими друзьями, пригласив их к себе домой. Мама у нее была верующая, она очень просила Зою не делать вот этих вот каких-то торжеств новогодних, поскольку идет пост. Но Зоя, она была комсомолкой, воспитывалась в школе в атеистическом духе, и не послушалась маму. Ну и мама, чтобы не видеть вот это такое как бы беззаконие с позиции верующего человека, она ушла в этот вечер в храм помолиться. Но когда вернулась в храм, она увидела вот такую сцену, что Зоя окаменелая стояла, прижавшая икону святителя Николая к своей груди. А произошло это таким образом, когда они, когда гости собрались, и они включили музыку и стали танцевать, то все разбились по парам, а Зоин парень, как бы опаздывая, еще не пришел. И тогда Зоя в таком, вот, с такой дерзостью схватила икону святителя Николая со святого угла, с полки, и сказала, тогда я буду танцевать с ним. И вот буквально сразу это веселье обратилось в ужас всех присутствующих, потому что засверкала молния в этом помещении, гром, и Зоя застыла в окаменении вот с этой иконой, и все эти гости от страха и ужаса просто разбежались. Зоя буквально, как бы, прилипла к полу, ее никто не мог сдвинуть с места. Приехавшие медики, пытаясь как-то ее реанимировать, они не могли сделать никакого укола, потому что иглы не просто не втыкались в ее тело, они гнулись. Тело казалось бездыханным. Единственное, билось сердце, и все понимали, что вот она жива. Таким вот образом прожила Зоя 4 месяца в этом стоянии. Вскоре собиралось каждый день очень множество народу, потому что слух очень быстро разлетелся по всем окрестностям и весям. И все хотели посмотреть на это чудо, поэтому власти были вынуждены поставить там наряд милиции, состоящих из двух человек, которые никого не пускали. За три дня до праздника Благовещения пришел благообразный старец и хотел пройти к Зое, но милиция его не пустила. Он пришел на следующий день, и также наряд милиции не пустил этого благообразного старца. Но на третий день в праздник Благовещения Божьей Матери очередной наряд пропустил этого благообразного старца. И тот, вошедший в дом, по свидетельству вот этого наряда, сказал Зое, «Ну что, устала стоять?» Потом через некоторое время этот наряд хотел проводить старца, но вошедший в помещение, где была Зоя, старца не увидели. И все поняли, что это являлся сам свидетель Николай, вот как бы навещая Зою. В день Пасхи только она, вот это ее окаменение прошло, и она стала шевелиться, ее уложили в постель, на третий день она почила. Таким образом, вот этим стоянием искупила свой грех. Когда я еще был совсем ребенком, жил в пригороде Воронежа, где родился и рос, был такой случай. Это были коммунистические времена, 70-е годы. И по нашему маленькому городку прошел такой слух, что водитель первого секретаря района, райкома партии, вот с ним случилась такая история. Он возил первого секретаря, и, конечно же, сам поэтому был коммунистом. Но в очередной раз, придя домой к своей маме, она жила от него отдельно, в отдельном доме. Он сказал, вот мама, я вот вступил, стал коммунистом, и вот ты должна убрать иконы вот со святого угла, вот чему мама как бы воспротивилась. И тогда он сам встал, и вот в этом углу святом у нее была икона святителя Николая. Он взял эту икону и отнес на чердак. Мама, как бы боявшись своего сына, не стала эту икону снимать с чердака. И однажды он был в такой поездке по району, но без своего начальника, без первого секретаря райкома партии, ехал по какому-то его заданию среди полей. И у него заглохла машина. Хотя, конечно же, он за машиной следил, поскольку возил первого секретаря райкома. Но машина по неизвестным причинам заглохла, и он стал искать причину, но не мог найти ее. И к нему подошел благообразный старец в белом одеянии и говорит, сынок, довези мне вот там до такого-то селения. Он говорит, отец, я бы с удовольствием это сделал, подвез бы тебя, но вот машина не заводится. Он говорит, давай мы сядем, попробуем, может она заведется. И вот по какому-то такому внушению он сел в машину, вновь попытался ее завести, она ни с того ни с сего завелась. И тогда они он подвез этого старца благообразного и уже высаживая его из машины спросил его, отец, вот ты прям вот буквально какое-то чудо сотворил, как тебя хоть зовут? А он ему ответил, а я тот, кого-то отнес на чердак. И этот вот водитель, он как-то в смущении отвернул голову и вновь повернув ее в сторону этого старичка, никого не увидел. Вот. Таким образом, вот святитель Николай с любовью обратил этого человека к вере и к почитанию святых. Грядет праздник святителя Николая, который будет совершать православная церковь 19 декабря. И в соборе Николы Белого будет престольный праздник. У нас в городе два храма в честь святителя Николая, также на улице Чернышевской. Храм в честь святителя Николая, называемый в народе Николой Будки. В соборе святителя Николая нашего града накануне этого праздника 18 числа в 17 часов будет всеночное бдение торжественное. А в сам день праздника Божественная Литургия начнется в 7 часов утра. Затем будет после богослужения праздничное молебственное пение. И в 11 часов в храме Николой Будки будет служиться молебен святителю Николаю. Я в предшествии вот этого большого праздника для нашего города поздравляю всех жителей нашего святого града с этим праздником. Я знаю, что все, кто обращаются к святителю Николаю, все имеют помощь в заступлении от этого великого угодника Божия. Он не случайно называется угодником Божиим, с одной стороны угождая Богу при своей жизни, но и после того, как он почил, он угождает всем, кто ищет спасение своей души и обращается к нему. Мы знаем, что святителя Николая чтут не только в православном мире, но и во всем мире и военных конфессиях, в том числе и в мусульманстве, и в язычестве. У нас на Алтае сохранившиеся язычники почитают Николая. Все это происходит только потому, что он никому не отказывает, когда к нему обращаются, но на всех взирает и всем простирают свою руку милостивую руку своей помощи. Поэтому желаю, чтобы благодатный покров и молитвенное заступление было со всеми жителями нашего города. С праздником вас. А наш эфир, к сожалению, заканчивается. Напоминаем, что в гостях у нас был настоятель храма Николы Белого в городском округе Серпухов архимандрит Кирилл. Если у вас есть вопросы к священнику или волнует какая-то проблема, звоните в редакцию по номеру телефона, который сейчас видите на экране. Сообщение можно оставить и в социальных сетях от ВСерпухов. Если вы стесняетесь спросить, заходите на мою страничку ВКонтакте Субтитры создавал DimaTorzok